Четыре критерия для проведения эффективной продающей лекции или выступления. Здесь я буду отталкиваться от наблюдений, потому что я за последние полгода послушал очень много лекций людей, которые хотели чему-то научить, какие-то эксперты. И я для себя выявил четыре базовых момента, критерия, в котором появляется больше вероятность, что я этого эксперта буду рекомендовать, или я у него что-то приобрету. И вот просто есть такой момент, что выступления совершенно бывают разные. На каких-то тебе скучно, у тебя как-то, не знаю, зависает мозг, тебе как-то уже хочется уйти, на тебя сваливаются кучи информации, и я, кстати, сам этим грушу. Я вот именно с точки зрения, что я умею классно продавать на выступлениях, точно нет. Это чисто вот из наблюдений за другими. А некоторые выступления, ты сидишь вовлечен, тебе интересно, у тебя куча инсайтов, ты потом начинаешь сразу же после лекции, не знаю, один раз я послушал лекцию, я сидел после нее всю ночь, делал все, что там было рассказано, вот эти методики, и получил просто до хрена пользу. И вывел самый главный момент, чтобы лекция была эффективной, чтобы она была продающей, чтобы были продажи с лекцией, главное, чтобы она, это очень банально, да, принесла человеку результат. Что нужно, чтобы у человека этот результат получился. Об этом мы как раз сейчас и поговорим. Первый самый важный момент, я наблюдал, что, вот это сразу прям ощущение четко складывается, что человек говорит то, в чем хорошо разбирается. То есть если вы рассказываете то, что прошло через ваш внутренний опыт, или, например, даже что-то, какая-то информация извне, но вы ее структурировали, соединили с чем-то, то есть она переработана вашим сознанием, это сразу чувствуется. Человек говорит более вовлечен, он говорит более понятно, и он вот, ну как бы не просто вот какую-то перечисляет теорию. Бывает такое там лекция, и такой человек так, вот чтобы сделать это, нужно делать вот это, вот это, вот это, вот это, потом мы идем сюда, еще так немножко нудно, вяло как-то, и просто сваливает на тебя кучу теорий, которые невозможно воспользоваться. Второй момент – это сделать так, чтобы аудиторию начать вовлекать максимально быстро, чтобы она начала ассоциировать то, о чем говорится, в применении к своему, там, не знаю, бизнесу, к продвижению себя, к тем вопросам, которые в лекции рассказываются. Надо начать, вот я просто заметил, сразу, когда, сразу есть такое ощущение, что ты немножко не доверяешь как-то эксперту, так еще как-то немножечко непонятно, будет ли это полезно, вот, а потом, когда он начинает тебе задавать вопросы, вот, подумайте, вот я сейчас рассказал об этом инструменте, вот как бы вы его применили в своем случае, вот в этом вот так вот так вот так вот так. Он начинает задавать вопросы, то есть он дает вначале по-любому, по-любому теорию, но пропитан, через который опыт он прошел, и начинает предлагать это адаптировать под себя. И при этом самое крутое, когда начинает вовлекаться на примере кого-то, то есть вот самые крутые лекции были тогда практически, когда тот, кто вел, он брал некоторых ребят, ну, активных, да, и прям начинал их разбирать. Давайте вот возьмем вот этот критерий, который мы сейчас проходим, давайте разберем на примере, вот ты чем занимаешься там. Вот давай попробуй представить, что вот это, 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 назови, что было бы тогда. Человек называет там. Естественно, эксперт, он начинает что-то добавлять, начинает по-другому задавать дополнительные вопросы. И получается что? Во-первых, когда ты начинаешь ассоциировать это с собой, ты начинаешь думать, как у себя это применить, а для этого нужно, чтобы там... Это не просто так рождается на лекции, это реально через вопросы. Второе, ты начинаешь слушать, как это разбирает другого, и ты начинаешь его разбор опять же на себя переводить и оттуда брать интересные, крутые инсайты. И вот это вот практическое польза и участие в вовлечении людей – это самое крутое. И не надо заваливать информацией. То есть пусть это будет какой-то один инструмент, это пусть будет какая-то одна какая-то полезная штучка, пусть это будет что-то совсем простое, но если это пройдет через практику, это прямо в мозгу закрепляется. Только что шлепнулась камера, посетила снег. Вот сейчас к мысли буду возвращаться. И еще два важных момента. Это чтобы информация оставалась у человека, я заметил, что в конце очень круто и эффективно доводить итоги не самостоятельно, а чтобы люди говорили, а что они поняли, и возможно их немножко где-то скорректировать. И особенно это сильно стало заметно, когда я работал с несколькими наставниками, и есть такое правило, что в конце, когда мы общаемся, всегда обязательно прописываются тезисы, ну то есть по-любому ты прописываешь тезисы того, что у тебя осталось в голове. Если ты это через себя не пропустишь и не сформулируешь, сразу после выступления все остальное пойдет мимо. И это нужно не просто для того, чтобы это осталось у человека, а для того, чтобы вы больше продавали и было больше продаж с ваших выступлений, потому что если человеку, ну как бы больше у него останется, больше он это применит, тем больше он будет вам доверять и к вам обращаться, вас рекомендовать. Ну и, конечно же, важное – это в конце оставить людям возможность выйти на какое-то действие. Но самое распространенное – это была обычно бесплатная диагностика. Приходите, разберем конкретно вашу ситуацию, вместе пообщаемся, там 40 минут выделю, и, собственно, на диагностике часто уже происходит последующая продажа. Вот, поэтому обобщая, самое главное, чтобы оставалась польза. Для этого говорим только, в чем разбираемся. Второе – обязательно вовлекаем человека, чтобы он и на примере кого-то разбираем это внутри. Обязательно не даем много информации, даем очень мало, но обязательно через практику. В конце пусть выскажу то, что у них осталось в голове. И, конечно же, оффер на какое-то следующее легкое, понятное действие, кому это будет важно, необходимо. Ну и также поделиться контактом, что человек мог вас физически порекомендовать в том числе. Если интересно, я могу для вас провести такое мероприятие и разобрать разные ситуации для экспертов или предпринимателей-бизнесменов с точки зрения применения видео внутри проекта для увеличения продаж или по созданию экспертного блога. Прямо разберем разные ситуации и поймем, что кому нужно, потому что кому-то видео вообще не нужно, кому-то нужно только, не знаю, видеопрезентация, видеокейсы, формат, кому-то подойдет серия видеороликов наша стандартная, которую буду рассказывать еще в других видео, так что тоже подписывайтесь. Где, для кого и для чего все это, в принципе, применимо, какой-то результат может дать. Так что приглашайте и будьте на виду.